Начнем с ДТП, которое может случиться с каждым. На перекрестке улиц Левитана и Короленко водитель Гранты не заметил знак «Уступи дорогу». Он выехал на главную дорогу и в него врезался мужчина на Киа Спортедж. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 28 июля в 17 часов возле дома номер 14 по улице Короленко. По предварительным данным, 46-летний водитель Лады Гранта проморгал знак «Уступи дорогу». Он выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил Киа Спортедж. Кроссовер врезался в правый бок легкового авто. После этого Гранту отбросило за пределы дороги прямо на металлические ограждения. В итоге 70-летняя пассажирка Киа получила травмы. Как уточнили в ГИБДД, госпитализация ей не потребовалась. Неработающий светофор на улице Производственной в среду снова дал о себе знать. По предварительным данным, столкнулись с «Шевролей Ланос» и двухколесной «Сузуки». После удара байк упал на бок, а водитель травмировался. Обошлось без госпитализации. Напомним, несколько дней назад здесь же столкнулись два грузовика, тоже ДТП с пострадавшими. В Даровском произошла авария с участием одного автомобиля. По предварительным данным, 28-летний водитель десятки устроил пьяные гонки. Он не справился с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась. От теста на алкоголь виновник отказался. Он получил травмы и обратился за медицинской помощью. В Верхошижемском районе на советском тракте сбили лоси. По предварительным данным, 47-летний водитель «Шевроле Кобальт» не успел среагировать на животное, которое вышло из леса. В итоге у автомобиля повредились несколько элементов кузова. Пассажир травмировался. На улице Романа Ердякова водитель «Камаза» поворачивал на Сормовскую и зацепил трубу теплотрассы. Машина застряла, обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия.